Джеймс Делларджи 55 Всем, кого обделила жизнь Часть первая Лёгкие пылали, будто вместо кислорода он вдыхал вездесущую рыжую пыль. Каждый шаг взметал очередное облачко. Каждый шаг вёл незнамо куда. Если задуматься, он и был незнамо где, плотно окружённый со всех сторон деревьями, а каждая ветка норовила схватить за руку, за бок, за голову. Мол, оставайся здесь. Навеки. Ещё чуть-чуть так бы и вышло. Но он вырвался и теперь спасал свою шкуру. Никогда не думал, что хоть раз в жизни воспользуется такой банальной фразой. Впрочем, разве это жизнь? Скорее, выживание. Он бежал, перелезал через камни, уворачивался от веток и ничего больше не соображал. Все мысли забивал страх, что его снова поймают. Остались одни животные инстинкты. Кругом опасность, спасайся. Солнце, чьи щупальца проникали сквозь листву, нещадно жгло землю, но ни единый его проблеск не указывал пути к свободе. Всюду только деревья, камни, ещё деревья и ещё камни, что бы их. Он не знал, бежит ли навстречу цивилизации или, наоборот, углубляется в Аутбек. Аутбек — глушь. Так в Австралии называют малоосвоенные районы, более удалённые от густонаселённых мест и более пустынные, чем другой вид австралийской дикой местности — бушь. Он перескочил через очередной валун. Ноги свело, будто на них всё ещё висели кандалы — холодные ржавые цепи, в которые его заковал тот псих. Нет, останавливаться нельзя. Плевать на боль, усталость, нехватку воздуха и сжение в лёгких. Прекратишь бежать — умрёшь. Впереди деревья расступались. Ещё немного. Лишь бы там была дорога, ферма, тропинка, хоть какое-нибудь указание на то, что рядом люди. Набрав в грудь побольше воздуха, он рванул на свет. Именно в это мгновение под ногу ему попался камень. Небось, много сотен лет выжидал, пока на него наступят. И вот дождался. Он споткнулся и, ловя руками пустоту, полетел на землю. В падении приложился плечом о ствол дерева. Тот хрустнул, но не сломался. Кости, к счастью, тоже. Заросли кончились, в глаза ударил свет. Увы, ни намёка на цивилизацию. Всего лишь полянка, а на ней пять-шесть рыхлых холмиков прямоугольной формы. Точно могилы. Одну из них наверняка готовили для него. Он рывком поднялся. Все мышцы болели, одежда промокла от пота. Обогнув кладбище, он снова угодил в заросли. Такое ощущение, будто кто-то водит его кругами. Теперь, однако, путь шёл в гору. В ответ на подобное издевательство заныли колени. Вдалеке проглядывал клочок голубого неба. Значит, там вершина. Можно будет осмотреться и сориентироваться. Превозмогая боль в бунтующих лёгких и ногах, он не заметил, что на дороге торчит узловатый древесный корень, и снова распластался на жёсткой, запёкшейся от жары земле. В рот, нос и глаза набилась пыль. Из страха выдать себя он сдержал вопль, но грохот удара, казалось, разнёсся на милю, заглушая чириканье птиц, стрекот насекомых и топот преследователя. Вершина ожиданий не оправдала. Обзора никакого, только обрыв и отвесная стена в этаж высотой. Спуститься тоже нельзя. Что слева, что справа, ни одной тропинки. Не успел он подумать про обходной маршрут, как ощутил толчок в спину и снова грохнулся на землю. Перевернувшись, тут же получил кулаком в левую скулу. Удар вышел скользящим, но в глазах всё равно потемнело. Сжав кулак, он ударил с размаху в ответ и угодил во что-то твёрдое, похоже, в плечо. Противник всадил ему колено в бедро. От боли брызнули слёзы. Он ещё несколько раз без разбора махнул кулаками, то попадая, то промахиваясь. Противник в это время продолжал избиение, нанося меткие удары по шее и по голове, каждый из которых отзывался тупой болью и рассыпал перед глазами искры. Потом схватил за волосы и несколько раз приложил отвёрдую землю. Он чувствовал, как сознание начинает понемногу оставлять его. Отключишься, конец. Он замахнулся, схватил противника за руки и перекатился, чтобы оказаться сверху. Земля вдруг кончилась. Перекат превратился в бесконечный полёт. Отбитая голова как будто перестала ощущать силу тяжести, и его охватила невесомость. Нахлынуло какое-то неземное блаженство. Всё кончено. Он умер и с чистой совестью может отправляться в мир иной. И тут удар. От столкновения с землёй у него словно вышибло душу из тела. Открыв глаза, он увидел серо-коричневый камень и голубое, подёрнутое дымкой небо. Затем всё потемнело, и он потерял сознание. Субтитры создавал DimaTorzok